В День защитника Отечества святейший патриарх московский Евсия Руси Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен московского Кремля. В торжественной церемонии также приняли участие ряд архипастерей и духовенства Москвы. После возложения венка минуты молчания прозвучал гимн России. Затем иерархия и духовенство пропели вечную память вождям и воинам на поле брани за веру и Отечество, жизнь свою положившим. После чего состоялось прохождение торжественным шагом роты почетного караула 154-го отдельного комендантского преображенского полка. Святейший патриарх Кирилл поздравил Днем защитника Отечества всех воинов Вооруженных Силой Российской Федерации, которые стоят на страже безопасности нашего Отечества и которые под присягой дали согласие защищать Родину в любых условиях, при любых обстоятельствах. Защищать Родину даже до смерти. Ни одна другая профессия этого не требует. А ваша профессия этого требует. Вот поэтому и особое уважение в народе к людям в военной форме. Вот поэтому всегда церковь с особым уважением и любовью относилась к вооруженным силам. И нередко вместе с военнослужащими священники были на первой линии фронта. У нас есть всегда возможность в памятные дни встретиться с вами, в вашем лице, с вооруженными силами нашей страны, чтобы выразить свою благодарность за воинский труд, за ратный труд, за готовность жизнь свою положить во благо Отечества своего. Я призываю на всех вас Божьи благословения, чтобы Господь хранил вас, оберегал от смерти, от ранений и от всяких других тяжких обстоятельств. Чтобы прохождение воинской службы, несомненно, сопровождалось интеллектуальным и духовным ростом каждого из вас. Чтобы пребывание в вооруженных силах было действительно школой мужества и школой патриотизма. В завершении представитель Русской Церкви также обратился к иерархам, духовенству и монашествующим. У нас с вами специфическое служение Родине. Мы должны воспитывать в людях любовь к народу, любовь к своей стране, способность в том числе идти на жертву ради благополучия ближнего своего. Ну а все это требует от самих священнослужителей, не побоюсь сказать, мужества, очень сильных убеждений в правоте и в нужности того дела, которое мы избрали. От нашего духовного служения во многом зависит реальное благополучие нашего народа и в значительной мере безопасность нашего Отечества.